В Ульяновском государственном университете подвели итоги конкурса проектный штаб. Он проходил в рамках молодежного и инновационного форума «Будущее машиностроения России». С представителями предприятий, органов власти, студентами технических специальностей, а также их педагогами пообщался Сергей Морозов. Губернатор отметил, что сегодня происходит переход к эре цифровой экономики и в регионе готовы предоставить преференции тем, кто обладает новым мышлением. Сейчас стоит задача не просто модернизировать производственную базу, не просто найти умные технологии. Да это и так трудно на самом деле. Сейчас стоит задача совершенно по-новому выстроить образ будущего, политику, которая может привести к реальному воплощению этого образа будущего. Почетным гостем встречи стал депутат Госдумы, президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев. В торжественной обстановке он отметил молодых специалистов за высокий профессионализм и достижения в труде и лично вручил благодарственные письма. Среди награжденных оказался работник завода «Авиастар-СП» Иван Кирпичников. Самое сложное – это, конечно, обучение. В данный момент я уже 11 лет там работаю, для меня сложного ничего нет. Я являюсь как бы уже специалистом с пятым разрядом. Но самое сложное – это обучать новых кадров, как бы сказать, новых специалистов готовить. Ну, интересно, это всегда какое-то новое. Кульминацией проектного штаба стало подписание двустороннего соглашения между Министерством молодежного развития Ульяновской области и региональным отделением Союза машиностроителей России. Новый документ дает право ежегодно проводить областной слет работающей молодежи и позволит создать на каждом машиностроительном предприятии молодежные советы. Как сообщает Гутенев, подобное соглашение – первый опыт за 10 лет работы Союза, который будет транслироваться и на другие регионы. И то, что Ульяновская область смогла опередить и до заключения федерального соглашения заключить на региональном уровне, говорит о том, что в процессах молодежной политики, которую реализует Союз машиностроительной России, Ульяновская область не только один из лидеров, но, наверное, является лидером. Затем федеральный гость в сопровождении Сергея Морозова отправился на площадь Ленина. Здесь, во время празднования Дня города, на главной сцене они объявили имя команды-победительницы 4-й Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница». Это как раз те соревнования, где не бывает проигравших. Есть победители, проигравших нет. Потому что каждый, преодолевая трудности, стараясь выиграть, становится сильнее. Даже тот, кто сегодня не победил, он знает, над какими ошибками надо работать. У всех у нас одна цель – великая страна. В результате недельной борьбы первое место разделили сразу две команды – ребят из Красноярского и Алтайского края. Всего же поиграть в «Зорницу» съехалось 130 студентов и курсантов профессиональных образовательных организаций, вузов и высших командных училищ Вооруженных сил России. На самом деле, есть к чему стремиться. Мы заняли первое место в своей категории. Но мы будем продолжать тренироваться, чтобы приезжать каждый раз, выигрывать. Потому что первое место всегда есть первое место. Но для меня победа и эта медаль с губком – это важная, важная вещь. Ринат Альолова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.